Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олег Пек и Александр Шунин вместе с вами. Здравствуйте. На прошлых выходных в 50 магазинах и 25 городах Латвии движение «Пая душа и Латвии» проводило сбор пожертвований для беженцев с Украины. И о результатах этого благотворительного марафона мы сегодня говорим с Агитой Краукле, главу продуктового банка «Пая душа и Латвии». Лабрит, доброе утро. Лабрит. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что это была за акция, какими продукты можно было купить или надо было обязательно сложить, и каковы результаты, сколько собрана, и как, в общем-то, дальше будет распределяться эта помощь? Шая «Лабдарима» компания мэс аяксинэйм зиедот «Илгстовщи Литојмс» продуктус, которую талак издалисим ган Украинс берглиям, ган витейам трокумциетей гименем. Уз доту бриду мэс аяксинэйм саскайдривши жоу вайрага 8000 садзиедот тази пацини. Какие основномы были продукты, которые жертвовали? Висвейрага тика зиедоти дажиады веида гравдога, консерви. Тосы мэс аяксинэйм зиедоти, то сфер глобалт «Илгстовщи». Топат тика зиедоти дауду салдума бэрнем, и дажиады веида хигиени сприт, как, например, пампери. Каким образом будет осуществлена раздача центра аслужащи, например, в Риге, на Ка�льчу и Дома конгрессов или адресна? Месь шести пацини далīsim царе ввери 30 регионалами идеals punktами. Та... Та... Вицај Táслабдарības организācijas, которые ёправо, да и Латвија, или глистовщи, да есть Рига. Та... 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 Та-а... Та... 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 Продолжится ли подобная акция в будущем, то есть ли это разовая была какая-то акция? Мум шага вея акции два раза в годах, павесарии и рудени, ну, открыбанно ситуацией, и, спрямо, стаду павшу рейклосима и рудени. Насколько активно, вот по сравнению с прошлыми годами, люди жертвовали, покупали продукты и жертвовали? О, шорезь акция была фантастическая, а то есть ли, что-то, что-то, а цифры, когда мы с этим самым леком, то есть ли, что-то, что-то, Возможно, это будет так же, но они будут полны. Они не могут пащать, они будут полны. Они будут изрежать человеку. И тут все продукты, которые будут в мире, которые были в нашем случае, они были в мире. Вы это связываете именно с тем, что вы в этот раз акцентировали из беженцев, которым нужно помочь, и это щедрсть проявляется к людям, которые приехали к нам и оказались настоящей биде? Да, мы дожим этому человеку, но, конечно, мы надеемся, а изменились к москвичным гименам, потому что они саскараются с собой критерой, которая изразится цену. Но, да, в этой акции мы хотим сделать ускорение украинских беженцев, которые здесь находятся к нам. Почему акции такого рода проходят не так часто? То есть это связано с тем, что люди не могут постоянно как бы поддерживать такую роду акцию, или это связано с тем, чтобы в какой-то определенный момент привлечь внимание людей к этой проблеме? Ну, шоврид, т акции тика веида, так как, баустлотися с соберединизмом, соберединизмом, зинам, веида спидиена, ведь они, ведь они, ведь они, да, да, по-настоящему, они, которые, Партикс-ражотая и изплититая раекционная дзиадовая продукция, которую, визуально, не изтиргоюшись, или как-то визуалный эффект. Мы стараемся с левейками калтикли. Та вея компания и дзиадовая калтикли текутся к каждому днему. Как раз вы поменяли крупные кампании, насколько действительно бизнесмены, большие кампании участвуют в таком роде акциях? Да, месам нослитившися вену хуману краву за Киеву. Шо краву мус палидзе нокомплектēт ган Римии, ган Добелес дзирневниек, ган Coca-Cola зиадови. Льот дзиадови приватpersonи зиадови, ган Апдзерпс, ган Патрик, ган Хигейнспрец. Узнаймуми льот атсавцīги. Вини tieшам гриб палидзе ган Украинсберглиям, ган арі витейям. Та наукопа ган арі витейям, галай гайзнешт, в нем палидзе. Насколько для людей, самих людей, очень важно принимать участие в такого рода акциях? Есть ли какой-то воспитательный эффект, эффект сочувствия, ощущение того, что человек участвует в каком-то добром деле, он может совершить доброе дело и понимает, что он может накормить нуждающегося в этом? Есть ли какие-то отзывы, что это действительно имеет какое-то воспитательное значение, может быть, для детей, для подростков, которые, может быть, там в семье могут отдать свои накопленные деньги, вместо того, чтобы купить игрушку, купить продукты. Такого рода, как воспитательное сочувствия? Как вы думаете, что вы думаете? Ну, так как, отлить, верно, завусь лето, по шоте мантини, как те, и отлить, как так, как продукты, иегаи, и дзидашно, и лабдрый бэй. То есть это говорит о том, что, в принципе, Латвийцы очень отзывчивые, и повсеместные рост цену никак не отразился на готовности помогать? Ага, цену каплимс некогда не отспегулись, если вы взялами полидцать ситам, или нет? Нет, нет, чуть-ше ан нет. Ну, вырвас, что, да, у кого-то, не знаю, это, например, соли, ели, нет соли, ели, умножоски цену капель. Уявляемся, но люди были. Как я тебе качаю, это было, которые были много ледят, это, что, где-то продährит в космос, как самозпродукт продукты, это не означает, что форитик, как в другую патру, которые были велиены, и другие, у нас, что-то так, Вау, ты урблаку с продуктами, ну партикс продуктами, я думаю, что бия архи калдаке спелеса мантинистом берненья? Нет, мантинистом не было, а тут, урблако, есть папилдус, и урблако. Ну, архи, изпалдези, лидер. Лаба, милдик, палачу вам, я пара то сарану. Спасибо огромное, мы говорим руководительницы Продовольстанова банка, поедушей Латвии, Агита и Краукли, спасибо, хорошего дня. Мы сразу говорим, что это автомашинка по целям. Да, на прошлых выходных, напомним, в 50 магазинах в 25 городах страны вот это движение поедушей Латвии проводило сбор пожертвований, в том числе для беженцев с Украины. И вот мы поговорили с Агитой о результатах, ну и, в общем-то, можно сделать вывод, что ни рост цен, ни какие-то другие происходящие события не отразились на готовности протянуть руку помощи и протянуть полные вот эти вот пакеты с продуктами тем, кто нуждается в большей степени, чем, может быть, мы. И, как Агита сказала, что да, ну, может быть, это какие-то основные продукты, но, тем не менее, это полные были посылки, которые сейчас будут распределяться и среди малоимущих жителей нашей страны, и, конечно же, в первую очередь среди беженцев. Ну и также Агита упомянула, что с помощью нескольких крупных торговых сетей и производителей и, по крайней мере, один грузовик полный тоже продуктов питания был отправлен на Украину, и, наверняка, на этом помощь движения поедушей Латвии не остановится, не прекратится. Ну и, наверное, очень стоит отметить важный аспект в том, что это движение помогает сделать эту помощь гораздо проще, потому что, ну, для людей возможность сразу же, ну, зайдя в магазин за продуктами, сделать заодно вот купить что-то для нуждающихся, это, в принципе, ну, достаточно простое, то есть для этого не нужно открывать интернет-банк, не нужно переводить куда-то деньги, ну, может быть, там какие-то, ну, чем проще выглядит этот процесс, тем больше, наверное, ну, вот готовность людей. Ну да, пошел себе что-то купить заодно, вот купил кому-то еще и помог, это здорово и правильно, и нужно, тем более, что ситуация на Украине действительно катастрофическая с точки зрения, ну, тут гуманитарная ситуация, и вчера у нас в эфире с Абиком Элкиным утром мы беседовали с вице-мэром Херсона, который сказал, что город окружен российскими войсками, и нет вот этих гуманитарных даже зеленых коридоров, и просто заканчиваются запасы продуктов. И гордые местные жители, есть какая-то помощь поступающая, ввозят, пытаются возить со стороны Крыма, но защитники города от российских войск, ну, честно говоря, гнушаются принимать из их рук эту помощь, то есть на еду вынуждены уже соглашаться, но проблемы в городе и с медикаментами, и с горючим, и поэтому очень ждут помощи с Запада, в том числе из Латвии, вот когда будет возможность, не знаю, договориться о тех же самых зеленых гуманитарных коридорах и эту помощь привести. Так что все, что мы идем и помогаем, это все не просто так, это все не зря, это не выброшенные деньги, и, конечно же, это потом будет засчитано и в этом мире, и в другом. Ну, и мне кажется, что в этом есть действительно прекрасный такой воспитательный эффект, может быть, для детей, которые в семье видят, что их родители делают доброе дело, и это какой-то, ну, такой воспитательный момент. И, конечно, может быть, для самого человека вот какой-то зачет, плюсик в карму, как принято говорить, вот сейчас модное выражение, что ты сделал доброе дело, и это, в принципе, ну, не требует от тебя каких-то больших усилий, а в то же время ты можешь понимать, что это, может быть, сытый человек на протяжении, может быть, нескольких дней. Тем более, что когда мы говорим о беженцах, о людях, которые вырваны из обычных, привычных условий, которые оказываются в незнакомом городе, неустроенными, нетрудоустроенными, то понятно, что вот какое-то время для них проблемы питания являются, наверное, одними из самых приоритетных. Ну да, и тем более, что открывая и новости, новостные порталы, новостные ленты, и открывая социальные сети, легко заметить в целом, насколько отзывчивы жители Латвии, конкретно Рики, других городов, кто-то предлагает и помощь посильную, даже по оформлению документов, кто-то предлагает жилье, кто-то предлагает работу, потому что это хорошо и правильно, в конце концов, помогать беженцам. Люди разные бегут с Украины, да, кто-то вполне себе обеспечен. Тоже я вот заметил какие-то такие ироничные комментарии по поводу дорогих автомобилей на украинских номерах, ну, не все же, 3 миллиона беженцев, не все приехали на условном Порше. Основное количество как раз-таки это люди с очень скромным достатком, и в первую очередь нуждающиеся в помощи, и именно им и адресованы все эти предложения, в том числе по работе. Я на днях открыл специально, а, вчера это было, вчера, ну, потому что понедельник, начинается новая неделя, я открыл портал объявлений о работе, CV-онлайн, CV-LV. Специальные пометки, что принимаем как раз-таки жители Украины, там, подходит беженцам с Украины и так далее. Это и какие-то вакансии в сфере IT, и обслуживающего персонала и так далее. То есть помощь всецелая и планомерно оказывается, это можно только приветствовать. Но, тем не менее, вот понятно, что возможности Риги не безграничны, и вот как вчера заявил председатель Рижской думы наш мэр Мартин Шстакис, что следовало бы открывать центры для украинских беженцев и в других исторических краях, регионах, поскольку рано или поздно наступит момент, когда вот Рига не сможет, она может быть перевалочным пунктом, но затем нужно будет каким-то образом распределять этих беженцев по всей Латвии. Тем более, что, вспомню, в нашем же эфире на прошлой неделе министр внутренних дел Голубева сказала о том, что на момент нашей беседы тогда, да, еще хватало одной Риги, но она оценила возможности многих городов Латвии принять, что возможность такая есть. И в случае необходимости, я так чувствую, что в очень скором времени эта необходимость настанет, силами МВД обратятся к руководству других городов, чтобы перераспределять беженцев. Пока что они вольны выбирать, но в какой-то момент, наверное, придется министерству регулировать этот процесс, чтобы не оседали только в Риге и не создавали такую уже невыносимую нагрузку на сам город и на городской бюджет. Если помогает, то действительно надо помогать всем. Ну и если ты помнишь, даже вот Мартин Штакис, который тоже был в нашей студии, он как раз оценивал примерно вот возможности Риги, то есть, что 10 тысяч мы можем предоставить более-менее комфортные условия, если речь идет о 20 и более тысячах, это уже размещение в каких-то... В школах на матрасах, условно. То есть, понятно, что условия сразу же как бы... Я понимаю, что для беженцев главная крыша над головой и какая-то теплая еда, но все равно, то есть, уже начинаются проблемы и, конечно, очевидно, все-таки помощь других регионов будет очень и очень кстати. Ну и вне всяких сомнений мы тоже, конечно же, ждем окончания войны и переговоров, и восстановления Украины, и, в общем-то, мира во всем мире. Наверное, самое время нам прерваться, после чего у нас будет новый гость. Сейчас поговорим совершенно о других вещах. Жизнь продолжается, происходят совершенно необычные вещи. Я, например, был удивлен, что, оказывается, зеркала и какие-то изделия с зеркальной поверхностью, с частью зеркальной поверхности, во-первых, нужно утилизировать особым специальным способом, а, во-вторых, вообще собирают ненужные зеркала. Вот о том, куда можно старое поврежденное зеркало сдать, как оно будет использовано дальше, а в этом буквально через несколько минут со специалистом движения Заля Иоста.